Неформальный разговор. Временно исполняющий обязанности главы региона Станислав Воскресенский встретился с шуйскими предпринимателями, чтобы в режиме вопросов и ответов обсудить насущные проблемы бизнес-сообщества. Предприниматели смогли не только задать вопросы, но и озвучить предложения. Так, например, руководство шуйских ситцев выдвинуло идею создать на территории своего предприятия бизнес-парк. Для меня развитие бизнеса приоритет, инвестклемат приоритет. Вы помните, наверное, когда по всей стране вводили налог на движимое имущество, мы были первыми, которые от него отказались, потому что я считаю, что надо быть для инвесторов предсказуемыми, решения принимать такие, которые бы не коверкали бизнес-планы. Что касается малого бизнеса, который, я считаю, что у нас в области имеет большие возможности, и у нас уже численность занятых малым бизнесом больше, чем в среднем по России, мы сейчас разрабатываем специальный план мероприятий по поддержке малого бизнеса вместе с корпорацией по развитию малого бизнеса федеральной. Они нам очень помогают. Мы хотим сделать одно из самых удобных для начинающих, прежде всего предпринимателей, системы поддержки. Узнать о дополнительных мерах поддержки предприниматели смогут уже осенью. Губернатор пока не назвал конкретные даты, но обещал помочь получить средства федеральных программ для развития бизнеса, в первую очередь малого и среднего. Именно эта категория предпринимателей в большей степени страдает от крупных федеральных сетей. Мы же малый и средний бизнес местный, и у нас нет такого административного финансового ресурса, чтобы с ними соперничать, конкурировать. Часто там конкурентная борьба такая непорядочная бывает в сетях. Для меня, как работника торговли и представителя малого бизнеса, хотелось, чтобы какое-то ограничение было введено на допуск, вход в сетей в наш город, потому что их очень много. Волнуют предпринимателей и взаимоотношения с контролирующими структурами. В последнее время просто, казалось бы, когда бы нужно сокращать издержки, мы вынуждены их растить, потому что требуется персонал, чтобы отвечал на вопросы, которые мы постоянно получаем. И эти запросы, вопросы, то есть они, скажем так, увеличивается их шквал, и хотелось бы просто понимать, есть ли этому предел. Затронули предприниматели болезненный вопрос высоких цен на электроэнергию. Тарифы в нашем регионе даже выше, чем в соседних областях. Разобраться в вопросе губернатор предпочел без СМИ за закрытыми дверями.